брали мы с баком с промывочным вот он как бы 300 литром там 9000 доплата ну большое дело ну отработал опрыскиватель как бы у нас 400 гектар земли неплохо неплохо как бы ну поначалу как бы ну тут были немножко недоработки я так скажу но вот тут попутано немножко шланы вот получается как-то начал я с электроникой не стал как бы затеваться но с 400 гектар земли вот и получается надо было края отключать вот тут немножко было как бы попутано шланы переставили чтобы как бы первый выключаешь а он получился и средний ну вот это вот как бы неполадка рама а почему как бы это вот у парня тут казанский у него послабее рама там а вот ну в этот отходил как бы еще я 60 гектар им брыскал целины доставалось ему но ну и как бы опрыскиватель отработал ну и на тех ямах нигде ничего не лопнуло ничего единственное только вот как бы вот это вот я думаю что заводу бы если делали немножко но это мы сами переделаем а так вот штуки что-то пожестче как бы сделать я думаю было бы поудобнее потому что когда сильная где-то яме качнется крыло касается этот заворачивается он заворачивается и соответственно отсекаешь распылитель вот на импортных я видел там у них как бы дуги такие вот может быть пружины пожестче стоят вот как бы единственное что у нас тут как бы не устроило а так вот ну и как бы вот всему скажу что брали могут с баком с промывочным вот он как бы 300 литром там 9000 доплата ну большое дело как бы во первых на другую культуру не надо не заливать в бочку не доливать расу а залил как бы закончил закончилась рабочая жидкость кран перекрыл доработал выпустил от опрыскиватель она часть переливается туда как был бочку ну с бочки откручу слилась все я заезжаю на другое поле все у меня уже нету там непоследствии что там другой да я там отработал вот это раньше мы до доработаешь новой жидкости заливаешь то захватила то не захватила как бы надо побольше бочку налить потом выливать много-то там вылилось два ведра промывочной этой да да вот как бы кран вот отработал получается вот он сейчас зайдет забор этого банка вот я доработал получается промыла тут все осталось как бы вода утра я отработал вот тут закончилась давление спала я вышел перри кран перекрыл вода пошла забор суда с этого бака но получается как бы излишки все равно попадают как был бочку и поэтому как бы я потом открываю нижний кран там слил да да и распылители подмываются как бы каким-то 82 да 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 ну и вот как бы и с верхним полирограммом как бы вот это вот ну мне кажется вот это вот она получше рама это вот то что вот пружины конечно стоят ну на эти деньги как бы я скажу что неплохой аппарат на соответствие да 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 ну там конечно они там есть они там доп доп и там 40 под 50 тысяч как бы тройные распылители ну мы как бы занимаемся одной культурой и деньги свои как бы подсчитываем как бы у нас не было необходимости ну так что я вот как бы скажу ну 400 гектар отработали мы ниже когда выбирали что для вас важно ну во первых как бы мне было из-за того чтобы вот насос был соответственно и чтобы у него ширина была 24 метра потому что 22 единственное конечно вот может быть вот я потом уже как бы может быть надо было все-таки бочку взять 3000 да вот получается немного на одном поле у меня длина там с километр получается чуть побольше километра и вот как бы на три круга не подхватает да конечно вот тут вот можно было денег потратить кто так вот думает можно а так вот как бы ну и вот основное как бы из-за вот чтобы он был помощнее насос хороший как бы вот на это усиливалась ну и цена как бы остеялись мы потому что как бы что-то там распылитель надо ты можешь это все со временем все но выйдут из носа сносится как бы заменить ну а штаны это как бы неотъемлемая часть которую потом не поменяешь да когда принимали на что обращали внимание на привезли агрегат ну получается как бы так ну визуально обсмотрели как бы тут уже времени особо не было да как бы что-то чего-то ну вообще как бы я думал почему-то верхнее складывание я считал что это вот как вот на том опрыскивателе да я не знаю кто их делал моего соседнем совхозе взяли как бы за 20000 в то время мы брали его но на нем не было ни штанг ничего чем он не устраивал прям сильно не устраивал ну насос то что на нем надо было уже менять как бы вот получается насос это 100000 почти ну плюс к нему промежуточную муфту кардан это уже к сотни потом резиненка на нем уже гоп-стоп и на нем раскладывание складывания не было но она разграблена был он получается вот как бы да мы его раскладывали как бы вручную а так вот как бы претензий к нему не было ну вот последнее время как начали с карбамидом работать получается стало похуже получается насосы те стали выходить из строя да а так и я даже не знаю чего он производством его брали голый каркас ну шланги это все докупили и у них были насосы на вам ставились такие но так у него большого разницы нету на так вот да ну принципе на том складывание вот понимаете штанги с одной стороны вроде торчат как бы габарит этот как бы я ездил на нем в район практически поливать там машины это и как бы он компактный да 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 так вот принципе сначала я был как бы за рта челс и как бы что не с верхним складыванием приходится концы как бы откидывать ну а потом да да и как бы так ну насос как бы ничего вроде как бы работало нормально и давление как бы все вроде нас пока все вроде устраивает ну и как бы вот я был на испытаниях он 50 гектар целины отлил да пока ничего не меняли все все равно все дано все нормально как бы ничего не трогали но это мы как бы тоже заказывали это она идет как допом но я считаю что это нужно и потому что поворачиваешь разворачиваешься дед рисковато у я в колхозе раньше работал это проставочная муфта получается кардан как будут и когда работаешь он тебе туда-сюда то бы тоже насос получается он пластмассовый и у нас колхозе как бы отрывалась уши вот тут вот как бы раз там кардан болт срезала и он маханул получается и оторвало насос это прям изначально я чтобы вы указали перестраховки да да сразу я вот этим так так вопрос все нормально все до отработала как бы ничего по первой как бы раскладывание немножко было ну там клапан у них стоит как бы ну мы особо не трогали я по на трактор поставил муфт это муфту мне были с мелкими дырками чтобы вроде по плавнее а так там стоит клапан но мы его принципе не крутили вот он как бы стоит тут клапан я так понимаю что давление он сбавляет на раскладывание чтобы плавнее раскладывались крылья ну да мы потом чуть как бы поставили я не нормально на